Самое время рассчитаться по долгам. Специалисты налоговой службы призывают горожан погасить все задолженности по имущественным налогам. В противном случае к неплательщикам будут применены меры принудительного взыскания. Печать налоговых уведомлений производится поэтапно, поэтому в каких-то регионах их получат раньше, в каких-то чуть позже. Но в любом случае рассылка будет произведена не менее чем за 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога. То есть не позже 3 декабря 2018 года. Налоговые уведомления будут направлены налогоплательщикам на бумажных носителях с заказными письмами на актуальные адреса. Либо в электронном виде они будут выгружены в личный кабинет налогоплательщика физического лица. Но в данном случае они уже не будут тогда дублироваться на бумажном носителе. В соответствии со статьей 52 НК РФ уведомление не направляется налогоплательщикам, если сумма начислений составит менее 100 рублей. И оно будет направлено налогоплательщику в следующем году. Хотела бы напомнить жителям города, что сейчас в разгар летних отпусков и запланированных выездов за пределы границ РФ Не забудьте посетить налоговые органы, узнать сумму задолженности и оплатить ее. Так как уклонение от уплаты налогов влечет применение мер принудительного взыскания В виде передачи материалов в судебные органы, в органы службы судебных приставов Соответственно уже с последующим наложением ареста на имущество Либо наложением запрета на выезд за пределы границ РФ Получить квитанции по задолженностям можно в налоговых органах по месту жительства Либо в любом многофункциональном центре города Для того, чтобы просто и оперативно разобраться в полученном уведомлении На сайте Федеральной налоговой службы России появилась новая промо-страница Налоговое уведомление 2018 Погасить задолженность горожане могут через терминалы банкоматов В личном кабинете налогоплательщика, а также на портале госуслуг